друзья всем привет сегодня у меня но немножко готов покажу что я делаю меня спрашивают что можно сделать из грудки вот ну и делаю даже не знака не называется будут типа таких пирожки из отварного картофеля из пюре вот она меня давно уже стоит ну как два дня но уже надоело но и всем это пюре уже не знаешь с чем его давать но меня вам показывала была запеченная курица вчера вот все съели кроме грудки осталась грудка и вот эта подливка на жиру я поджарила лук добавила подливу все это протушила порезала кубиком грудку она уже запеченная и в пюре картофельное добавила еще одно яйцо так как пюре у меня с яйцами с молоком добавила яйцо чайную ложку соды покосила уксусом и замесила не плотное тесто добавляю туда муку и буду из этого теста делать такие лепешечки и начинять начинкой из грудки вместе с луком можно добавить еще обжаренные шампиньоны я еще ела такие пирожки на дрожжевом тесте с начинкой вот куриная грудка яйцо отварное было и укроп тоже очень вкусно получилось но у меня вот такой будет вариант ну вот так выглядит у меня куриную грудку видите порезала с луком из вот этой подливкой что от курицы осталось все пережарила как лук с подливкой пережарила грудку просто сюда покрышила но у меня уже запеченная ну и вот так выглядит картофельное тесто назовем вот так все будем делать маленькие лепешечки и начинять и обжаривать на подсолнечном масле с двух сторон будут такие пирожки и можно их есть со сметаной с чаем с молоком они вкусные у меня бабушка раньше из такого теста делала еще галушки такие получается бабушки раскатывала и резала вот так вот получается как как подушечки такие маленькие и отваривала в подсоренной воде и потом обжаривала или просто лук или лук со шкварками все это перемешиваю такие были галушки вкусно тоже это если картошка остается вот так можно сделать я смачиваю руки маслом немножко чтобы если муки много будет то она потом будет гореть вот берем внимание небольшой кусочек вот так разравниваем задушку не круглый а такое более вот такой овальный все берем немного начиночки вот так и залепливаем плацинды это наверное как-то называется по-разному я не знаю как она называется но это вариант когда остается картошка просто она залепить чтобы они не развалились ну и начинку сюда конечно лучше не сырой а который уже готова и что картошка то отварная все так слепим слепим тесто хорошие вот так и буду выкладывать сюда что потом такими как котлетки получается картофельные обжарить все сейчас слеплю и продолжим ну вот весь фарш у меня закончился налепила 29 пирожков так и сейчас буду жарить тестами еще немножко осталось его отварю но всего ничего тут осталось вот а пирожки обжарим так что вот из двух грудок у меня вышел смотрите 29 пирожков поставил сковороду сейчас она нагревается добавим немного масла принесла пирожки тарелочку взяли лопатку и будем жарить все добавляю масло но гореть не будем подождать чтобы она нагрелась то что сейчас положу то картошка впитает в себя масло я лепила немного все-таки присыпала мукой потому что с маслом ну как-то не так с мукой лучше но все равно надо немного подстрахивать чтобы она не горела эта мука при жарке пути коричевы ты жарится поддремя чуть-чуть желательно чтоб не прилипали тут вот так все жарится уже смотри внизу подрумянилось уже слышно как сок протекает весь дырочки . это без дырочек получается пирожочки можно еще их протомить духовке сложить а можно просто сейчас крышечка наверно накрою посмотрю и пропарится я еще такое тесто делаю из картошки не густое а такое оно получается как на оладушки тоже немного соды добавляю укропчика и блинчики такие как оладушки пеку но они получаются из вареной картошки вкус интересный такой но мне тоже нравится но я все люблю и тяжело не угодить мне все вкусно я немножко прикрою пропарим так ну все открываем крышечку еще пару раз перевернем и выкладываем на блюдо вот сейчас сок течет если лучше чтоб нести на точная начинка была потому что лучше вытекает вот вкусно будет с грибами с капустой думаю будет вкусно все сейчас следующую путь детки пришли у меня уже со школы сейчас машеньке наложила она сказала буду со сметанкой и покажу вам какой он в разрезе так отломаю кусочек покажу пахнет очень вкусно попробуем все прожарилось очень вкусно кто такое любит можете готовить это палочка выручалочка чтобы куда-то здесь допустим тоже картофельные тюре игрушки так ну вот я вам решила показать осталось у меня тесто я его так вот присыпаю немножко мукой разрезала ножиком и бросаю в кипящую воду вот делаю век бросаю в воду и они вот такие вот всплывают потом бабушка моя ложила в зажарку перемешивала в сковороде чтобы они не слиплись и мы кушали очень вкусно получается вот так что можно и без зажарки можно просто со сметаной пока не горячее просто если в зажарку то можно потом их разогреть и они не будут куском слипшиеся конечно они вкусные когда свежие они мягенькие такие и вкусно ну вот я их вынула они горяченькие можно и вот таком варианте кусочки масла сливочного положить ну и еще так как шкварки все-таки соленые и можно немножко подсолить вот кто любит картошку с маслом с солькой тоже будет вкусно ну и все так чтобы маслица везде прошло размешать тогда они не слипнутся вот такое вкусное еще одно блюдо получается ну вот я вам показала что можно сделать из двух грудок и оставшегося пюре смотрите два замечательных очень вкусных блюда кстати вот эти пирожки можно я думаю сделать и на пару или тоже отварить вот как диетический вариант вот ну а Маша кушала сказала что похожи на ну они немножко похожи на жареные пельмени или как она говорит чебуреки с курицей ну вкусно очень они немножко полежат они мягенькие становятся вначале хрустят а потом мягче ну эти горячие очень мягенькие это как я ложила сюда соду они такие пышненькие сода гасилась вот тоже очень вкусно приятного всем аппетита всем пока